да добрый вечер еще раз всем значит попрошу всех кто впервые сегодня на нашем вебинаре юридическом которые проводятся уже довольно длительное время поставьте проголосуйте пожалуйста вот форма опроса по центру чата поставьте пожалуйста информацию о себе чтобы мы могли знать кто первый кто второй более раз ли он я надеюсь быть объективны как и остальные люди кто вещает нам с экрана но стараемся быть объективными много регионов и республики регионов стран даже издалека очень хорошо слухаем внимательно так ну что дорогие друзья значит я приступаю значит для тех кто впервые как всегда я начну немножко с такого предисловия что вы понимали бы основное направление наших и вебинаров юридических вебинары у нас проводятся с целью повышение юридической грамотности наших клиентов и партнеров для чего это нужно мы считаем стратегическим вложением повышение сознания и сознательности людей которые живут с нами на планете и в свою сознательность и в сознательность других людей почему это нужно потому что сегодня мир находится в цепких руках людей которые ну скажем так видят развитие человечества и цивилизации по своему и их видение многих здравомыслящих людей вызывает и тревогу и опасения за жизни остального человечества за будущее за то каким она будет каким будут люди в будущем и для того чтобы не бодаться с скажем огромными глыбами и скалами да с голыми руками для того чтобы изменить мир нужно понимать причину возникновения такой ситуации когда небольшая группа людей скажем определенное количество планов небольшое управляет мировыми финансами мировой экономикой влияет на политику очень сильно и формирует будущее формирует судьбы людей в огромном масштабах и скажем так не лучше не лучшую сторону формирует причина то что все это замешано на низком уровне сознания большинства населения земли то высоко сознательное население которое есть сегодня на земле именно здравомыслящие да она не имеет к сожалению на сегодняшний день такого мощного влияния чтобы резко развернуть развитие человечества другую сторону и для того чтобы совершить какие-либо изменения в этом развитии не дать погубить нашу цивилизацию да и человечество ближайшее время и в будущем необходимо увеличивать вот эту сознательность среди обычных людей максимально насколько это возможно физически исходя из вселенских законов и так далее поэтому как бы вот это такая вот скажем лейтмотив работы с ковин из групп мы строим бизнес с учетом вот этих реалий мы строим бизнес с учетом вот этой потребности вкладывать сознательность людей это очень стратегическое вложение наверно самое сильное из всех которые есть вообще на земле потому что именно сознательные люди они делают историю люди у которых твердое сильное сознание для того чтобы его вырастить каждому человеку нужно буквально строить его по кирпичику каждому это и самообразование это и само воспитание это и работа в жизненных ситуациях всевозможных очень сложных иногда у каждого они есть и каждому свои уроки жизнь преподносит определенные делать с этого выводы расти формировать свое личное мнение персональное которое будет основана не на слухах не на чужих мнениях не на авторитета каких-то прежде всего будет основана на личном опыте пережитом вами вот ну естественно и осмысленном опыте поэтому вся работа skyway мисс групп центр этой работы это образовательная деятельность которая можно сказать составляет основу нашей работы мы используем формы довольно новые молодые формы работы это новоуровневый крауд инвестинг это явление недавние крауд инвестинг в целом это народное финансирование если кто знает и карман народное инвестирование краудфандинг крауд инвестинг это новое его явление которые появились на западе они же есть и у нас в принципе они существовали и у нас я вам пример приведу историю россии это если вы помните минин и пожарский по сути говоря это примеры ярчайший пример крауд инвестинга краудфандинга когда народ профинансировал армию для того чтобы победить как бы вторжение на страны вот и по сути говоря вот современные формы в экономике обретают именно король динвестинговые краудфандинговые обретают уже определенную поддержку и на политическом уровне на уровне многих экспертов потому что это действенная действенный инструмент способные кризисные особенно моменты которые сегодня естественно обострены дать очень сильный приток экономики любой страны практически как правило в краудфандинг инвестинге краудфандинге используется как бы оживают деньги которые находятся у рядовых граждан у кого в чулке у кого под матрасом у кого где-то в банке в новгороде у кого-то просто где-то не хранятся без дела ну скажем тогда активно не работают либо на депозитах лежат в данном случае это оживление тех проектов это работа денег это идет очень много говорится оживление самоэкономики это значит оживают очень много сфер экономики оживает и платежеспособность населения покупательная способность населения оживает значит производители оживают и производства всевозможные услуги и товары идет оборот платится налоги соответственно государство имеет возможность решать какие-то текущие проблемы с выплатой допустим пенсии зарплат бюджетникам решение техных социальных вопросов текущего финансирования государственных нужд и так далее то есть это все позитивный очень тренд тогда современным словом который сегодня все больше и больше востребован и все больше и больше экспертов склоняются к его необходимости на петербургском экономическом форуме владимир владимирович путин дал задание правительству разработать законодательство для краудинвестинга и краудфандинга и фактически уже на высоком уровне было это фактически признание этого явления как состоявшегося как необходимого нуждающегося до в поддержке государства и в развитии использования в экономиках любых стран практически и вот поэтому ну мы конечно как наша компания мы уже давно в этом тренде находимся мы среди первых я бы сказал потому что мы не просто краудинвестинг используем многоуровневый краудинвестинг это с элементами элемент взятый за млм бизнеса да то есть многоуровневого бизнеса но он экономически обоснован и оправдан и используется он очень эффективно намного эффективнее использование классических форм рекламы и классический форм маркетинга то есть именно с маркетинговой точки зрения с точки зрения продвижения того или иного той или иной позиции проекта товара и так далее вот и у нас он используется вот в максимальной я бы сказал так степени эффективности это продвижение новой транспортной системы новой скажем так даже инфраструктурно-транспортной концепции которая фактически скажем так одним махом решает очень многие очень глубокие серьезные проблемы современного любого государства как экономические так и социальные и некоторые другие еще основные так напомню уже для всех критерии транспорта и технологий skyway это экология первую очередь экологичность второе это безопасность на самом высоком уровне насколько это возможно на сегодняшний день то есть это в безопасности уровень и выше всех существующих видов транспорта на сегодняшний день которые мы знаем это именно уровень безопасности skyway это скорость высокая по городу 150 транспортской выгод готов выдавать по межгороду это 500 километров в час до и до возможность до 600 увеличения вот плюс разработки идут уже и в том числе это гиперскоростной транспорт порядка 1300 километров в час но это скорее всего между континентами между очень на очень большие расстояния это тоже skyway вот плюс самое немаловажное для сегодняшней экономики это то что он низкозатратный то есть высоко комфортные низкозатратный то есть низкими затратами денег материалов и ресурсов достигаются вот эти все вышеперечисленные свойства и критерии этого транспорта и конечно выигрыши люди остаются очень большим и люди те регионы где такой транспорт будет построен вот поэтому интерес к этому транспорту растет скажем так ежедневно увеличивается количество и круг тех заинтересованных и экспертов и бизнесменов инвесторов и чиновников различных высоких чиновников разных стран они делают свои выводы они наблюдают и многие уже готовы напрямую сотрудничать с компанией для постройки трасс skyway в своих стран ну естественно что кроме трасс skyway это то есть кроме самого транспорта это целая концепция инфраструктуры это концепция умных городов это концепция умных регионов так вот можно условно сказать да это концепция к поселений на новом уровне уже оснащенных и привязанных скажем вот к этой инфраструктуре то есть это новое новое отношение планете земля новое формирование пространство жизни для человека и человечества это именно концепция skyway и за этим очень большое будущее отклик находит на самых разных уровнях самых разных слоях человеческого общества эта технология поэтому не очень большое будущее очень большие перспективы конкурентов есть некоторые конкуренты но по многим параметрам они очень сильно отстают на много поколений от транспорта и технологий skyway это объективная реальность на сегодня существенных конкурентов практически нет ни одного из всех которые мы знаем конкурентов ну кто разрабатывает инновационные виды транспорта ни один из этих видов транспорта ни один из этих проектов не приблизился ко всем тем критериям которые заявлены skyway именно анатолием и дольче меницким заявлены в в самой технологии skyway и мы еще это и подтверждаем физически потому что то есть именно skyway уже реализуется на практике это в мариной горке под минском беларуси где идут испытания юни байка и не буса и не трака то есть транспортных средств skyway и проходит их сертификация вот соответственно это реалии которые скоро уже будут ездить бегать в некоторых странах которые уже предварительно подписали договора о строительстве skyway сейчас пока договора о намерениях но рассматриваются именно уже практические проекты которые разработка практических проектов на по конкретным маршрутам поэтому перспектива огромна есть смысл для тех кто впервые с этим столкнулся изучить глубоко изучить так досконально для себя чтобы сделать определенные выводы вот и поддержать этот проект стать его как скажем соучастником совладельцем такая возможность есть вот и мы являемся той компании одной из одной из немногих компаний которые предоставляют такую возможность плюс к этому самое главное что мы и даем вот кроме возможности участвовать в таком проекте мы даем возможность людям приобретать вот такие знания очень насыщенные интересные знания по финансовой грамотности и по юридической по другим видам как областям скажем тогда знаний которые могут вам пригодиться в самых разных сферах жизни которые касаются вот материального бытия скажем так но и не только вот вкратце так поэтому если какие-то может быть сразу будут вопросы вы пишите в чат если пока нет вопросов можете послушать ответы на другие вопросы которые уже были заданы в электронной форме у нас есть такая опросник такой электронный где можно задать в письменный вопрос и я на эти вопросы отвечаю процессе вебинара вот наверно сразу перейду а вы уже отреагирует я думаю так третяк любовь михайловна россия здравствуйте подскажи как мне заказать сертификат на акции сертификат на доли skyway заказывается после того как происходит конвертация обязательств skyway инвизгрупп перед вами обязательства эти выдаются в виде электронного документа в момент покупки образовательного пакета того или иного который вы выбираете для себя вот это скажем так это инструмент поддержки наших партнеров клиентов вернее был инструмент благодарности за то что вы поддержали проект skyway за то что вы поддержали образовательную программу мы дарим обязательства по совершению определенных действий которые приведут тому что вы станете будущим владельцем долей skyway вот принципе будущее так как правило долго не заставляет себя ждать обычно мы каждый месяц начале месяца проводим конвертирование этих обязательств и все наши партнеры которые получили такие обязательства они становятся реальными владельцами долей skyway это конкретно и таком одна из компаний rss евро азиан рейл skyway systems холдинг это одна из этих компаний две есть первое есть вторая цифра и два там просто разница каждая из этих компаний является совладельцем самой технологии skyway которая внесена в основной капитал скажем так корневой материнской компании это не материнского не корневой компании global transport investments и в этой компании технологии которые туда внесены в виде патента в виде интеллектуального интеллектуальной собственности оценены разными оценщиками предпорядка вот более 400 миллиардов долларов это потенциальная оценка вот этих технологий и соответственно это эти технологии эта оценка легла в основу формирования уставного капитала компании global transport investments и и соответственно это как скажем эту долю в вот этой сумме каждая из этих компаний занимает свою до 1 заме 15 процентов для 17 процентов в этой доли и вот вы можете стать совладельцем таким образом одной из этих компаний ну естественно что скоро может быть закрыт вход в корневую компанию поскольку идут переговоры с очень крупными инвесторами которые способны закрыть все оставшиеся нишу свободную для входа людей да и вообще инвесторов вот поэтому пока есть такая возможность еще есть возможность скажем тогда остановиться совладельцем технологии совладельцем корневой технологии которая будет получать прибыль от всех проектов в мире вместе взятых вот ну а потом уже когда это закроется это в скором времени дома произойдет то соответственно входить можно будет уже в конкретные адресные проекты и становиться совладельцами этих адресных проектов в определенных странах по определенным маршрутам то может быть какой-то конкретно город или трассы между городами то может быть трассы между странами и так далее то есть это будет уже отдельно и отдельные проекты в которые будут входить ну будет возможность входа определенного участия в них пока же открыто корневая технология поэтому вот когда человек купила и по него в личном кабинете появляется сертификат электронный внутренний сертификат в электронном виде pdf формате его можно скачать на компьютером приравнивается к юридическому документу нас об этом написано в документах которые человек подписывает когда регистрируется на нашем сайте вот электронный внутренний сертификат вот компания признает все эти обязательства как как обязательные как юридически значимые вот и соответственно через определенное время небольшое она их выполняет вот заказать уже сертификат на владение долями skyway вы можете в личном кабинете после совершения процедуры конвертации которая проходит начале каждого месяца с 1 по примерно там по 7 число вот после этого у вас появляется в личном кабинете отображение того что скомментированные обязательства что доли держателем доли является и рсс холдинг и а вы владельцем и там появляется кнопка заказать сертификат там появляется выписка из реестра и рсс холдинга в электронном виде за подписью анатолия дурача яницкого главы этой компании вот и соответственно кнопка заказать сертификат вы ее нажимаете заполняете форму почтовую для отправки по почте оплачиваете из личного кабинета стоимость такой услуги порядка 10 долларов она сегодня стоит и после этого просто ждете когда придет по почте обращаю ваше внимание что отправляется простым письмом не заказным не рекомендованным поэтому простым письмом как правило доходит в редких случаях бывают какие-то сбои уже в самой почте то есть где-то почта либо теряет либо возвращает эти письма но это как правило каких-то неразберих либо получает чек не который не прописан указан это вот были такие случаи когда почта сама решала что раз там чек не прописан такой фамилия у них не значится да там бабушка пенсионерка приходит для внучки или для племянника и они просто берут и разворачивают письмо приходит назад в офис либо где-то теряется из-за отсутствия почтового ящика либо возможность доступа к этому ящику каких-то посторонних лиц есть таким образом может теряться либо некачественная работа самого почтальона как правило так это происходит но это редкие очень случае я хочу брать внимание той очень редки на всякий случай просто вас предупреждаю что лучше указывать место где вы зарегистрированы это как бы более гарантированно что дойдет по адресу либо указывать получателя человека того кто зарегистрирован по тому адресу уже потом он получит и передаст вам это вкратце так обычно заявки на доставку сертификата выполняются в течение одного дня то есть обработка и подготовка сертификата один максимум два рабочих дня и затем отправляется на почту вот на второй или на третий день правка на почту идет и тогда уже как почта обычно до двух недель максимум это если отдаленные регионы это я говорю в среднем вот думаю с этим вопросом понятно следующий вопрос ольга курсакова россия нас норвегия рассматривается ли в свиге возможность открытия внутренней биржи для выхода на и пио в свиге такая возможность не рассматривается это возможности рассматривается прежде всего в корневой компании и такая биржа обещана в начале восемнадцатого года уже быть подготовлены вот естественно skyway miss group будет участвовать и в этой бирже также но более подробности будут наверное концу семнадцатого года либо к началу восемнадцатого сейчас пока ничего не могу сказать такая биржа не является необходимым условием для выхода на и пио и поэтому выход на и пио это отдельное явление отдельная стратегия отдельное дело скажем так они никак между собой не связаны внутренняя биржа это внутренняя биржа компании то есть когда человек владеющий то или темным пакетом долей может часть или весь пакет продать на этой внутренней бирже другим совладельцам далее skyway то есть кому-то другим акционерам да если это брать вот в классическом понимании компании по поводу и пио это вопрос будет рассматриваться несколько позже не в начале восемнадцатого года и пио это скажем так дорогостоящий достаточно сложный не быстрый процесс он сопровождается очень многих явлениями иногда пио не другие до недоброжелателей того или иного проекта используют для того чтобы совершать рейдерские захваты поэтому и пио надо делать очень выверено и осторожно очень серьезно к нему подготовившись вот то есть не всегда бывает и выход на и пио удачным разной компании поэтому чтобы выйти удачно нужно очень серьезную подготовку провести и быть готовым к различным вариантом каких-то действий неизвестных нам до третьих лиц которые могут попытаться помешать как-то успеху выхода на и пио то есть попытаться снизить стоимость долейского и так далее это все управляемо на самом деле не бояться ничего не нужно особо просто еще раз подчеркну что нужно грамотно подходить к самой ситуации подготовки на пио очень многие компании выходили на пио и они очень успешно там котируются то что такое пио это размещение акции компании на фондовой бирже одной из официальных фондовых бирж мира и и делается это в целях привлечения дополнительного финансирования для компаний для того чтобы расширить производство модернизировать производство еще какие-то проекты новые запустить так далее вот я вам могу сказать совершенно точно что немало совершенно но немало известные компании есть которые не выходили никогда на и пио и они очень успешно строить свой бизнес то есть пио не являются залогом успеха что вы понимали это просто один из инструментов рынка некоторым может быть привычно воспринимать что если компания есть она вышла на пио но я вам говорю есть немало брендов и немало серьезно крупной компании которые никогда не выходили на и пио но при этом они успешно развиваются очень успешно работают держаться на плаву что скажем лица вызывает такое уважение к менеджменту этой этих компаний то есть к управлению к структурам управления которые грамотно строить свою политику и не рискует излишне бездумно вот таким образом вот моя надеюсь у меня почему то есть такая уверенность что руководство всей группы компаний skyway всех и фондов и группы компаний skyway очень много у нас грамотные взвешенных креативных руководителей и есть уверенность что мы будем идти успешно очень очень успешно и будем идти долго пока не не построим весь земной шар вот не застроим трассами skyway поэтому я почему-то уверен что будет все очень хорошо так следующий вопрос наследование и дарение далее значит сразу по дарению скажу я на первых вебинарах говорил что да теоретически можно обойти запрет на дарение и даже говорил как это можно сделать но я же и говорил последствий что такие схемы несут себе очень много рисков более того скажу что мы не практикуем подобные вещи я никому не даю ни рецептов не рекомендации поэтому как бы вот ну будьте готовы что пока не работает внутренняя биржа компании пока не поменялись не поменялся статус вот этих далее skyway которые совладельцами которых становятся наши партнеры и клиенты никакой речи ударение не не может идти вообще поэтому рассчитывайте свои планируйте ста свои скажем так свое участие участие у близких вам людей вот в проекте таким образом чтобы вам не нужно было зависеть от каких-то действий в будущем вот с теми долями которых идет речь по поводу наследования значит наследование идет соответствует соответствии с законом страны резидентом который является человек владелец далее пакета далее skyway если наступают такой скажем на случай до наследственный случай то действия очень простые обращается этот человек сначала к нотариусу это имя я имею ввиду наследники один или несколько наследников обращаются к нотариусу по месту проживания ушедшего родственника владельца долей skyway пишут заявление о принятии вступлении в наследство нотариус может дать сразу справку может дать ее по прошествии там полугода обычно полгода ждут нотариус дает справку о том кто является наследниками справки описывается кто наследовал и в какой каких долях имущество покойного человека и на основании этой справки либо на основании такой бумаги которую любой нотариус может выдать это свидетельство о праве на наследство для действий за границей свидетельство о праве на наследство для действий за границей на основании вот либо той справки либо этого свидетельства компания делает переоформление долей умершего партнера или клиента на его наследников или на его наследника в той пропорции которая указана на реальном свидетельстве то есть либо это завещание где все имущество разделено если завещание касается только конкретного имущества но там не упоминается долей skyway то тогда происходит наследование по закону они по завещанию и то есть даже если завещание допустим там такой-то такой-то человек завещает там своим детям или супруге или кому-то еще конкретно вот квартиру тому машину тому дом тому и так далее но там не упоминается слова все имущество и не и не упоми либо не упоминаются то ли skyway или акции skyway то соответственно тогда происходит наследование по закону то есть то как распределяет закон между родственниками на средства такого человека его имущество так она и будет распределяться вот вот это все выясняется нашей службы поддержки специальные есть люди которые этим занимаются вот проблемных случаях я подключаюсь вот и после этого идет переоформление вот вкратце так для переоформления кроме вот этих нотариальных нотариального этого документа одного из двух от вас еще потребуется скан но от наследников скан паспорта данные паспортные контактные данные вот и заявление в свободной форме можно написать с просьбой о том чтобы на вас переоформили вот имеющиеся доли может быть бонусы еще что то то что имелось на в личном кабинете вот этого человека который ушел из жизни вкратце так для тех кто хочет написать завещание конкретно указать доли skyway я рекомендую зайти на сайт skyway invest group точка ком в раздел о компании там найти слева будет такая таблица с меню там по 2 или 3 пункта это вопросы ответы заходите в вопросы ответы спускаетесь вниз по всем вопросам и самый нижний вопрос будет касаться наследования открываете ответ в ответе возможный вариант несколько там несколько вариантов завещали текста завещания скопируйте себе распечатайте идете к нотариусу и уже с нотариусом определяете какой вам вариант будет ближе для вашей ситуации этот текст работает я уже говорил его используют некоторых странах уже в разных и в россии в украине белоруссии нотариусами он одобрен вот поэтому можете воспользоваться таким вариантом если в этом есть нужно вот вкратце и так значит по поводу переоформления еще по наследованию скажу такое у нас буквально там с месяц назад примерно наткнулись на техническую небольшую как бы не увязку это не подготовленность наших сайтов наших это skyway miss group и корневой rsv systems ком неподготовленность сайтов к автоматическому переоформлению тех кто является наследниками то есть переоформлению на них новых аккаунтов новых долей там умершего и так далее поэтому было дано поручение программистам создать ну написать дополнительную программу которая это будет делать эта программа сейчас пишется ожидаемое появление результата программы это одета примерно двенадцатая тире пятнадцатая сентября мы ждем сейчас вот как программисты нам сообщат о том что все готово произойдет тестирование если все нормально то тогда она будет запущена эта программа и тогда все те кто не до оформлены до конца на сегодняшний день такие есть у нас несколько человек вот они все будут оформлены уже в автоматическом режиме поэтому если вы уже обращались в поддержку либо ко мне там есть сюда несколько человек и вам не перевели еще до конца вот эти вот доли не отчаивайтесь не переживайте о вас не забыли просто идет работа это не быстро надо целую программу написать поэтому вы обязательно просто дождитесь и обязательно все пройдет я думаю что на следующем вебинаре я может быть уже больше информации на эту тему буду иметь и сообщу вам новость в этом отношении я надеюсь что довольно в скором времени все вот эти вот вопросы будут решены не так что не переживайте так следующий вопрос у нас тем дмитрий россия добрый день расскажите пожалуйста несите ясность на кой стадии находится проект по евразии была некая информация что данная про существует проблема юридического характера при процессе оформления земли поставить свои ледяных городов так ли это почему сайт по евразии не обновляется невинной динамикой развития складывается такое ощущение что направление забросили в целом производит плохое впечатление так как это направление тоже относится компании транснет групп жанин был благодарю за ответ дмитрий работа идет на самом деле по по евразии но она не может идти сейчас очень в активной фазе почему потому что сейчас как бы более актуально является продвижение самих адресных проектов в том числе и по тем потенциальным территориям где мы их планируем делать линейные города то есть где будет вот этот вот размещаться вот эти вот участки земли о которой говорилось ранее когда запускали проект по евразии проектом по евразии занимается директор департамента юридического департамента по россии это дмитрий счастливый процесс идет но я говорю он не может развиваться сейчас в динамичной форме потому что больше времени уходит на адресные проекты на обеспечение работы сегодня правом поле компании то есть пока нет раз еще до не запущено проектирование трасс то пока еще рано говорить о самих земельных участках это уже когда пройдет сертификация думаю немножко поживее все пройдет уже пойдет да и будет двигаться плюс но есть нюансы определенные из-за того что в россии планировали в свое время поменять законодательство по потребительским обществом и потреб кооперации вот планировали скажем так наверху и планировали не очень красивой форме не очень правильной форме да что вызвало немало протестов самих участников движения потребительской кооперации потребительских обществ вот ну естественно это несовершенство работы чиновничьего аппарата сказывается вот но процесс все как бы скажем в такой стадии развития идет то есть пока никаких каких-то опасных или нехороших тенденций мы не видим просто ну есть определенные сложности до юридического характера это не готовность допустим некоторых банков работать потребительскими обществами из-за того что они не знают как это правильно организовать у себя хотя законодательство им об этом все четко говорит но может не настолько сильно разжевана для них вот поэтому тут немножко еще задействована скажем так просветительская деятельность и насколько я знаю дмитрий счастливый очень активно общается с представителями банков и высокопоставленными представителями банков очень много им разъясняет и потихоньку потихоньку скажем так лед тает люди начинают проникаться вот перспективностью этого направления его нужностью вот так что поэтому я надеюсь что все таки мы добьемся очень серьезного положительного результата в этом вот но пока мы не активно не торпедируем эту тему потому что ну вот есть более актуальные вопросы вот то что сайт не обновляется мы уже поднимали этот вопрос просим прощения конечно да немножко руки не доходят до этого вот ну хотелось бы конечно обновлять его в более актуальных новостях которые существенные да пока промежуточные какие-то ну нет смысла публиковать потому что как бы еще нет реального результата то есть промежуточные вещи раньше времени озвучивать тоже не стоит чтобы не навредить мы немножко вот такой стратегии придерживаемся но работа идет она не заброшена просто найдет не в столь динамичной форме как может быть некоторые бы хотели поэтому вот тут немножко надо терпения но обязательно она будет продвигаться это очень серьезно стратегическое направление мы считаем мы его будем развивать обязательно и будем развивать его не только в россии и во всех странах где только это возможно потому что практически во всех странах есть так или иначе отражена система кооперации она не уничтожена где-то она немножко зажата в определенные рамки но она есть и использовать ее мы обязательно будем потому что это скажем очень хорошая альтернатива жизни в кризис когда альтернатива традиционным скажем так форма существования бизнеса форма существования экономики и это очень эффективная вещь которая будет держать на плаву все государство поэтому мы будем ее тоже продвигать так что немножко надо набраться терпения следующий вопрос так морозов рф как защищены международные инвестиции какой орган этим занимаются орган международные инвестиции если вы имеете ввиду какие skyway вообще у нас skyway защищены тем что люди становятся совладельцами компаний одной из компании skyway которые в свою очередь владеет пакетом в корневой технологии вот то есть защищены по международному праву защищены по британскому праву это ну скажем на сегодня британское право очень сильно гарантирует вопросы защиты собственности ну так вкратце наверно так вот какие-то гарантии другие не знаю другие какие еще могут быть гарантии гарантия это личность и самого наталья дарыча низкого и открытость руководства и группы компаний skyway нашего фонда skyway с групп это максимальная прозрачность которую возможно в бизнесе допускать мы ее придерживаемся да вот это тоже гарантия человеческий фактор тоже немаловажная вещь и все таки вот сам например свою уверенность в проекте skyway строил именно на том что я для себя старался почувствовать все кто руководстве skyway и сама наталья дар отвечайте кто его окружает и в нашем фонде старался это почувствовать когда я уже убедился и почувствую всех людей я понял что у нас очень большое будущее очень большие перспективы это для себя как для инвестора потому что тоже являюсь инвестором совладельцем долей skyway поэтому мне это как бы тоже интересно понятие безопасности моих вложений например и моих собственной собственности вот вкратце так каких-то особых рисков для вас я не вижу на сегодняшний день мы стараемся делать все чтобы защитить и компании и наших партнеров максимально и во всем что только возможно поэтому ну вот стратегия такая взятал все чувствуют ответственность перед всеми партнерами нашими клиентами это не показной это реально есть ответственность перед всеми поэтому но я вот ее вижу поэтому есть уверенность что все нормально так следующий вопрос на регистрацию компании виде нужно всего 100000 рублей плюс аренда офиса планируем открыть представительство твои планируете открыть представительство тогда связывайтесь с нами потому что мы уже открываем там представительство и поэтому естественно с руководством компании нужно связываться можете напрямую со мной связаться поскольку я курируете вопросы все иностранные представительства поэтому пишите в личку через скайп или через службу поддержки свяжут и тогда можно обсуждать но опять же должны быть основания для того чтобы работать в индии либо в этом живете либо у вас там есть структура как вы как что вы предложите как партнер для компании для представительства вот связывайтесь и мы обсудим этот вопрос у нас есть определенные наработки для этого и опыт подскажем так следующий вопрос даулет нургали в казахстан когда и как возможно будет операция для передачи части акции другому человеку если он не зарегистрирован в проекте я думаю когда будет внутренняя биржа то человек должен будет зарегистрирован быть в проекте хотя бы на нулевом уровне это во первых и передача долей этому человеку тоже может пройти после того как он зарегистрируется в проекте вот по поводу каких-то других операций возможности но это только на в открытых биржах тогда это только IPO там тоже какие-то какую-то регистрацию предполагает система сама это не просто что вы какие-то бумаги себе в сейф положили дома или в портфеле и держите их вы где-то регистрируетесь обязательно во первых регистрация должна пройти для того чтобы внести вас в реестр совладельцев компании это одно из обязательных условий именно запись в реестре будет подтверждать вашу право собственности на эти доли если вы их получили или приобрели или каким-то образом вы стали владельцем поэтому в любом случае регистрацию пройти придется вот вы имеете ввиду если он вообще никак не участвует в проекте но может зарегистрироваться и участвовать в внутренней бирже это уже будет с начала восемнадцатого года насколько я понимаю так по поводу этих вопросов которые электронные это понял уже пока все сейчас перейду на ваши вопросы чате проверю так вопросов теперь перехожу на вопросы в чате так или он то есть готовы только проекты по строительству к строительству строить активно получается будет только после 19 сентября проекты вы поймите что строить активно любая стройка начинается с проекта и проект это не какой-то шаблон который вот вам привезли вот проект давайте у нас построим давайте и вы думаете что вы сможете построить нет даже строители кто сталкивался строительством дома вот любой тот кто проектирует само строительство да прораб какой-нибудь там стройки или но строители они прежде всего даже есть какой-то типовой проект берут они его должны привязать к местности они сначала делают что разведку почвы на сейсмику проверяют на залегание грунта качество грунта состав грунта рельеф местности замеряется и потом уже подойти все параметры там залегание грунтовых вод и так далее и только под эти параметры начинается привязка проекта дома определяется какой именно будет фундамент потому что для одного дома один фундамент годится для другого для другого участка другой вот к примеру для инфраструктурных проектов так тем более это подземные кабели где проходят это если какие-то ограничения на использование технику участков которые через которые проходит будет теоретически проходить трасса определяется оптимальный маршрут движения транспорта это все делают люди на научной основе с выездом на место эксперты с аппаратурой и так далее там это целый подготовительный период никогда не бывает все это быстро тяп-ляп это не две недели и не месяц даже иногда это делается иногда и такие проекты несколько лет иногда делают понимаете только сам проект для таких крупных масштабных проектов как транспортная инфраструктура бывает в авральном порядке быстро делать да есть технологии какие-то применяют наработки еще что-то максимально быстро да есть инженерные сооружения которые максимально быстро делают но там тоже есть подготовительные период вот поэтому естественно у нас пока идет сертификация готовится именно вот такие проекты уже на реальные адресные маршруты и как только сертификация пройдет соответственно эти проекты уже пойдут в перейдут плавно в предпроектные работы вот это все как бы так не настолько простой процесс как кажется но он решаемый он вполне реальный так что все нормально я вам скажу что проект развивается очень быстро очень быстро мега быстро потому что возьмите вот разработку компании сименс поезда на магнитной подушке они потратили на разработку 60 лет и потратили огромное количество денег на это а мы с вами фактически участвуем в финансировании проекта у нас даже столько и денег то нам никто не давал чтобы так развивать этот проект и времени у нас намного меньше у нас эволюция от каких-то там эскизов да набросков чертежных до реального транспорта прошла бы за каких-то там два года в среднем уже сегодня реально вот под минска в мариной горке ездит транспорт это ни одному транспорту в мире еще не снилась такая скорость воплощения причем и трассы уже в мариной горке заложен несколько видов ни одному транспорту за два-три года еще никому не удавалось так сделать даже автомобильные дороги строятся долго проектируется долго хотя они намного проще по самой структуре своей и кстати ускорение строительство этих дорог оно тоже со временем стало приходить совершенствование технологии и так далее а у нас уже четвертое поколение уже 4 плюс идет на транспорта skyway и его инфраструктуры и идет дальше разработка инновационных элементов это этой инфраструктуры и этого транспорта это очень быстро эволюция идет поэтому очень мы идем очень семимильными шагами очень большим темпом и строительство будет быстрее чем многие чем другие виды транспорта намного быстрее я вас уверен так Виктор Солнечногорск могут ли граждане США инвестировать в skyway напрямую инвестировать они не могут но они могут купить у нас образовательные пакеты это не запрещено консультационно-образовательные пакеты АИП да у нас для англоязычных стран это консультационно-информационные пакеты вот законодательство это котируется именно как консультационные информационные услуги с элементами тренингов с элементами вебинаров лекций и так далее покупаете пакеты вы получаете бонус который тоже является легальным абсолютно маркетинговым ходом компании это иногда его списывают как рекламная затрата на рекламу иногда как это маркетинговый ход то есть это маркетинг это разрешено и в качестве бонуса вам идут обязательства компании skyway и мисс групп перед вами сделать вас владельцем долей skyway в будущем затем компания сама пробудит конвертацию вместе с корневой компании по договору от 14 4 сентября 14 года который подписан на 20 лет сроком вот согласно этого договора корневая компания передает нашим партнерам в процессе конвертации закрепленные за skyway и мисс групп доли в собственность вот фактически вы стану и вы после этого становитесь реальными владельцами долей в компании и рсс фолдинг 2 или и рсс фолдинг 1 вот которая является совладельцем корневой технологии вот это и есть стерл действо которое не является прямым инвестированием в проект это уллл скажем так косвенное инвестирование но но даже ли не столько инвестирования сколько вы инвестируете в образование это правильно называть инвестирование в образовании run бонусом бонус это подарок вот и подарком вы получаете а это не запрещено никто не может запретить получать подарки вот поэтому любой гражданин соединенных штатов америки спокойно может приобрести у нас обучающие информационные вот эти пакеты или консультационные информационные пакеты и получить к ним бонус соответственно согласно заявленной на сайте условиям да и стать совладельцем таким образом стать совладельцем skyway вот потому что это не является инвестицией в проект skyway это является инвестицией в обучение в образовании в тренинге вот так вот мы работаем татьяна что означает отчуждение акции без согласия инвестора и чем отличается природная от непривилизированные но отчуждение акции без согласия инвестора у нас это исключено без согласия инвестора насколько я знаю только если вы не подписываетесь под какие-то отдельные условия корневой компании может быть или где-то еще вообще у нас как бы это не предусмотрено отчуждение без согласия если вы пускай время с групп то у нас такого не происходит не может произойти потому что без вашего согласия вы владелец никто не может забрать вашу собственность только если вы где-то не подписали подобного рода договор где вы дали кому-то это право отчуждать но мы такого не практикуем камеры от skyway misgroup такого не практикует не имеет права никто забрать вашу собственность особенно по британскому праву чем отличаются привилегированные акции непривилегированных ну скажу так британском праве очень много видов акций и долей почему делают такой акцент в русском языке все как правило вот используя акции очень редко когда кто использовал доли но для того чтобы быть скажем так грамотными и последовательными надо правильно переводить английский язык английском языке слова акции это stocks stocks это акции это скажем так то что чем можно что можно продать на бирже то что можно на открытые торги вынести на бирже вот и что можно прыгать широкому кругу лиц и а есть шерз шерз это более правильно перейти как доли хотя их тоже переводят как акции по привычке но здесь правильные понятия доли потому что эти доли не являются предметом публичной открытой продажи не ограниченному количеству лиц эти доли могут быть переданы кому-то могут быть проданы но ограниченному количеству лиц только заинтересованных в каком-то проекте это это не может как бы делаться с теоретически это не может делать с какой-то рекламой определенной прямая продажа вот но эти доли могут быть заложены эти доли могут быть переданы в качестве обязательств каким-то образом в каких-то обязательств фигурировать вот и таким образом может произойти переход техник скажем прав собственника на эти доли каким-то другим лицам видов вот этих отдалей и акции соответственно да в британском праве очень много есть привилегированные с ней привилегированные есть управляющие есть голосующие есть там разные еще другие и даже не запрещено придумывать новые виды то есть так выписан закон что можно и самому еще дополнительно какие-то виды придумать которые удобны для компании для чего это сделано для того чтобы любая компания которая выходит на рынок имела достаточно широкий инструментарий для привлечения средств инвесторов для запуска какого-то проекта предположим какая-то группа людей хочет запустить проект у них нет таких денег чтобы поднять его это проект требует вложения им нужно нужен инструмент через который они возьмут на себя какие-то обязательства но соответственно они дадут через этот инструмент гарантии тому инвестору который даст им денег и таким инструментом для компании является как раз акции и доли просто скажем сферы применения их немного разнятся именно акции являются более широкой сферы применения обладают это именно фондовые биржи всевозможные где можно выставить на торги и даже за очень короткое время привлечь достаточно плохие средства для развития проекта но также используется и шеры они не настолько широко могут рекламироваться но они также могут привлекать определенных частных и институциональных инвесторов вот и поэтому для того чтобы удобно было построить свои за взаимоотношения с инвесторами исключить или минимизировать риски рейдерства каких-то непониманий или удовлетворить тот же интерес инвестора дополнительными какими-то льготами к его положению владельца вот техник долей или акций то наделяют вот эти вот доли или акции качествами определенными то есть привилегированностью непривилегированностью способностью голосовать или отсутствием таковой возможностью выплат дивидендов по какой-то особой схеме там чаще реже больше меньше и так далее вот либо управляющие например акции доли это для руководства компании они допустим дают большую часть допустим инвесторам но чтобы контролировать бизнес они оставляют себе большую часть голосу при принятии серьезных решений по движению компании вперед ну естественно это не касается прав самих собственников этих долей то есть нельзя забрать себе голоса и потом отобрать эти акции у инвестора нельзя ну допустим они наделяют каждую долю или каждую акцию правом там в один в два в три в пять голосов даже иногда бывает такой вот это для того чтобы сохранить контроль управленческий контроль над бизнесом то есть чтобы реализовать проект свой полностью себе оставить какую-то небольшую часть прибыли за свою деятельность за свою идею за ее инновационность и так далее остальную часть отплачивать выплачивать тем же инвесторам которые не столько интересно самоуправление бизнесом сколько положительный результат от работы самого проекта и от такого управления поэтому инвестору больше интересен фиксированный процент от прибыли получить в виде дивидендов в нашем случае это вот понятие привилегированные доли то есть когда привилегия в чем заключается в том что в отличие от непривилегированных привилегированные за ними закрепляется право получения дивидендов от 20 процентов к прибыли компании то есть как независимо от того как решить собрание акционеров то есть акционеры или дольщики собираются решает там допустим вот у компании сейчас еще пока стартовая позиция да еще только первая прибыль пошла давайте реинвестируем эту прибыль чтобы лучше развивался проект а уже потом когда пойдет большая прибыль тогда будем ее делить как дивиденды то вот в случае с привилегированными акциями или долями такое решение принять нельзя то есть привилегированные в любом случае будут получать свои два там 20 процентов или 15 или 10 в нашем случае это 20 процентов от прибыли компаний и с них уже будет выплачиваться прибыль понимаете примерно вот таким образом вот отличается перегон от не привилегированные при этом могут не иметь права голоса только иметь право голоса когда касается решение вопросов насчет их прав но не насчет развития самой компании вот здесь есть вот нюансы они привилегированные допустим у них нет привилегии по выплате дивидендов но они обладают допустим одним голосом на собрание акционеров каждая акция и чем у человека больше акции тем больше у него голосов соответственно собственности до или долей также не на доли также могут распространяться вот эти голоса и думать смысле доли могут обладать тоже правом голоса не привилегированные и чек будет обладать тогда таким вот правом поэтому вот разница только такая в нашем случае конечно такого многообразия разных долей не существует у нас в основном есть вот привилегированные и привилегированные акции доли правильные да и соответственно вот закрепление процента идет от прибыли для привилегированные доли это 20 процентов вот при этом вы являетесь владельцами долей и рсс холдинга это и горячих долях которыми владеет и рсс холдинг в корневой компании то есть от корневой компании 20 процентов прибыли будет уходить на вот эти вот доли в пропорции да ко всему с капиталом а и рсс холдинг получивайте эту эти дивиденды от прибыли к корневой головной компании он будет распределять эти дивиденды уже между всеми владельцами этих долей этого и рсс холдинга и вот эти доли это со сонника они как раз являются непривилегированные которыми мы с вами владеем то есть у нас с вами есть на каждую долю по одному голосу на собрание акционеров и рсс холдинга то есть либо и рсс холдинга либо и рсс холдинга 2 либо там либо там то есть вот вот такая вот разница только это очень оптимальная так скажу оптимальная удобоваримая и комфортная форма совладения в проекте skyway то есть потому что в корневой компании там совладельца может быть только мега крупный инвестор поэтому именно вот и рсс холдинг является той структурой через которую удобнее всего владеть долями skyway так следующий вопрос владимир если закрою дисконт врача срока скажем в октябре после перехода на десятый этап за мной сохранится возможность еще раз открыть дисконт по моей ставке нет у нас все дисконты продлеваться даже единственная нас было возможность открыть дисконт таком же объем ну по такому же дисконту мне взять рассрочку по такому дисконту который был еще в декабре пятнадцатого года это когда компании очень нуждалась в притоке средств и тогда вот объявили такой дисконт 600 был и кто покупал там на определенную сумму выше чем самая нижняя да там среднюю сумму какой-то выбрана было инвестирование вот для них открыто до сих пор еще как бы возможность взять такую же рассрочку но насколько я знаю в планах компании закрыть эту возможность при переходе на следующий этап следующий этап у нас будет переход 19 сентября и вполне возможно что и возможность использования вот этого дисконта повторного будет закрыта потому что компании это уже совсем не выгодно становится скажем так то есть как бы это была поддержка для тех кто тогда поддержал компанию но это не может быть длится вечно когда-то подарок должен завершиться и надо приходить более адекватным на сегодняшний день в сегодняшних реалиях пакетом если вы успеете до 19 закрытого успеете до 19 и взять новую рассрочку по существующему дисконту если нет то вы извините 19 сентября это рубеж прошу обратить внимание так татьяна израиль может инвестировать опять же так как я и говорил пока покупая образовательно информационный пакет продукт в котором обучение образование тренинги и к ним идет бонус подарок обязательства на скаме из групп определенное количество долей как бы который за вами закрепляет компании вот вот таким образом да можно наталья и просрочку долей партнер получать после полного погашения суммы да а как проходит обучение также как после полной оплаты или в процессе тут уже по моему открывается в процессе доступность я честно время не проверял как сейчас сделали у нас с программистами решали вопрос по моему открывается сразу должен открываться сразу что вы могли уже воспринимать определенные курсы определенные видео каким образом проходит самообучение вам первую очередь открывается доступ и доступ открывается доступ к базе данных с таким обучением в том объеме который говорится в айпе то есть в айпе там есть список можете описание посмотреть там есть список курсов которые вам откроются к доступу и вы постепенно можете все эти курсы просмотреть в видео файле плюс вы как бы автоматически можете войти в число взаимосемости от айпа вы можете войти в число тех кто кому открывается доступ на некоторые текущие вебинары skyway invest group которые еженедельно или раз в две недели прав проводятся у нас то есть у нас есть вебинары которым нет доступа для всех партнеров а есть только для партнеров которые нести как бы скажем да инвестировали в образование определенные суммы и от определенных сумм и выше от 100 долларов если не ошибаюсь то вот тогда до открывается еще дополнительно плюс если вы берете какие-то там например вип айп есть такой или какие-то дорогостоящие и потом еще дополнительно есть допуск определенные закрытые обучения которые проводятся руководством и андреем федоровичем хавратовым и департамента многоуровневого краудинвестинга там скажем более такие более с персональной направленностью есть формы и курсы да такие обучения то вот вы можете еще и захватить их зависимости от того какой я и вы выбираете так так еще сменила паспорт естественно данные поменялись необходимо ли еще раз пройти верификацию обязательно надо пройти верификацию повторно наталья вы меняете сначала в профиле русские и английские варианты личного кабинета то есть дело заполнение данных вот загружаете новый новые документы на основании которых произошли изменения то есть если это паспорту паспорт загружаете как положено страницу с фотографией страницу где выдан кем выдан и когда паспорт и страницу если есть такая с регистрацией если такой нету то если у вас поменялось то регистрация то тогда вы загружаете какой-нибудь документ где указывается что вы там проживаете в потом кому-то адресу это может быть счет на телефон на интернет коммунальные услуги которые вам приходят или справка из банка бывает приходит там на электронную почту или на почту человеку и можно вот скан или файл с этим документом неважно ну то есть достаточно даже на том языке который вашей стране принят прислать такой документ этого будет достаточно для подтверждения плюс вы же еще текстом заполните место проживания в профиле вот точность данных которые вы передаете таким образом ну скажем так ложится на вашей совести то есть насколько правильно вы их несете это ваших интересах чтобы потом подтвердить скажем да или идентифицировать вас как владельца долей skyway поэтому более поставить аккуратно грамотно внести информацию так наталья так это я ответил владислав таскин псков у меня есть сша партнеры регистрируются могут люди из разных стран по вашей ссылке на так александра ману приметы не бежит стоит ли торопиться свои пио нет не стоит мне кажется посмотрим ли он вас поддерживаю по решению про и пио брау так мило есть или разница в том в каком холдинге и рсс-1 лиц с 2 находится на сеть абсолютно никакого абсолютно два фонда скажем холдинга близнецам оба зарегистрированы по одному и тому же адресу и в одной и той же стране это британские британские острова это колония великобритании там британское право действует практически система права британская есть свои внутренние законы но не полностью укладываться в систему британского права вот и там это соблюдается в принципе это одна из самых респектабельных офшорных юрисдикций которые на сегодня есть почему офшорная я уже говорил на прошлых вебинарах это юрисдикция которая наиболее выгодна для сохранения сок права собственности над бизнесом и защиты определенные и плюс оптимизации определенных затрат на старт раскрутку и функционирование бизнеса вполне легальных то есть это ну не вполне это легальные легальные возможности которые можно использовать так следующий вопрос если если на внутренней бирже и ирина казачу тогда если на внутренней бирже я покупаю пакет акций будет ли на них выдаваться сертификат конечно будет так то ли максим у меня есть дочь браузере опера жена в google они не против чтобы я перевел их подарочные акции к себе как это сделать аккаунты верифицировать а как то вас дочь в браузере опера жена в google звучит немножко как анекдот извините не в обиду вам смешно так они не против что передвела их подарочные к себе как это сделать никак это не сделать абсолютно не как у нас это исключено передача третьим лицам любым другим лицам исключено или подарки или передача еще что-то у нас это исключено так андрей максим здравствуйте при заполнении профиля на английском языке допустил ошибку своей фамилии отличие на один символ нежели пиццам паспорта при этом конвертация для уже прошла написал техподдержку месяц назад ответ так не получу как быть как быть андрей делаете изменение профиля и отправляйте на новую верификацию вот как только она пройдет после этого можно в принципе больших проблем быть не может потому что даже если буква ошибка есть то есть другие данные по которым можно вас идентифицировать это данные паспортные там контактные другие и вас уже ни с кем не спутать вот в принципе можно написать заявление даже после того как пройдете повторную верификацию аккаунта можете даже повторно загрузить тот же самый паспорт изменить все повторно загрузить и сохранить и у вас автоматически отправится на верификацию будет проверка производится после проверки все эти данные зафиксируются и тогда можете написать даже сходом обращение но сможете мне написать можете написать поддержку заявление что прошу переоформить сертификат например или выписку из реестра внести изменения в реестре компании в связи с ошибкой написание фамилии тогда внесут вот я думаю таким путем надо пойти так ли он просите конечно за вопрос юницкий является одним из учредителей кое всего два это британская компания сами что будете останется один учредитель чтобы с компанией с инвесторами смысле один учредитель мы тоже все совладельцы компании skyway если вы говорите корневой то там же еще на первых есть два и рсс холдинга есть будут еще я думаю что может быть войдут какой-то очень крупный инвестор на какую-то долю в проекте и у сам но у каждого инвестора льда совладельца компании всегда есть кто-то кто может наследовать за ним и его долю каждого поэтому правонаследник обязательно есть даже у компании есть правонаследники определенные то есть никаких тут я думаю что все в силе должно оставаться но как мы не допускаем таких вообще мыслей насчет уязвимых мест но пока не выявлено никаких особых и уязвимых мест у компании в этом плане пока так если будут выявлены какие-то уязвимые места мы я думаю что все сразу в руководстве всех ну все группы компаний будет принято решение об устранении подобных уязвимостей а пока не на них хотя мы постоянно шлифуем правую базу совместно из корневой компании чтобы все было крепко и надежно так лиги можно ли продать через дали из кабинета несовершеннолетнего ребенка если они уже конвертированы то время как появится возможность продажи кто это может сделать из взрослых мама папа бабушка знаете сейчас нет наверное не буду вам точно говорить потому что это такой очень щекотливый щепетильный вопрос то есть надо очень внимательно к нему подойти потому что касается интересов ребенка его прав прав на определенную собственность которая за ними закреплена в компании может быть и можно будет продать но тогда во первых надо будет подтвердить что вы действуете в интересах ребенка у вас есть на это законное право это во первых во вторых деньги от продажи возможны к зачислению только на счет этого ребенка в банке не к вам на счета на счет этого ребенка в банке и дальнейшее распоряжение этими средствами очень может быть скорее всего будет уже сопряжено с присутствием органов опеки и попечительства государственных то есть они должны будут удостовериться что вы тратите эти деньги в дальнейшем именно в интересах этого ребенка вот тут есть такой нюанс либо эти деньги просто останутся тогда на счету этого ребенка и все так из взрослых кто может делать такие непосредственно мама папа ребенка если они отсутствуют то да это может быть бабушка либо другой родственник кто официально является опекуном данного ребенка вот любой официальный опекун опекуном как бы по умолчанию считается мать и отец вот если таковых нету по каким-то обстоятельствам то тогда это либо там бабушка дедушка либо кто-то другой из родственников на ком есть право быть опекуном и обязанность быть опекуном данного ребенка так и на промену санкт-петербург всем доступна конвертация обязательствами миску в акции разин рейл скобе систем холли клеммит это что значит это значит что при покупке а и вы получаете обязательства скобе из группы перед вами о том что скобе из групп обязуется сделать вас владельцем долей skyway и начать по ним дивиденды по этим долям вот а также продать по вашему поручению эти доли когда такая возможность будет открыта вот эти обязательства мы конвертируем в реальное владение вами долями skyway то есть в частности это одна из компаний skyway евразии на рейл skyway systems holding limited или такая же только с цифрой 2 после слова холдинг вот то есть мы таким образом выполняем погашаем свои обязательства перед вами через конвертацию конвертация это обмен да то есть превращение одного в другое буквально так выполняем обязательства вы становитесь владельцами долей skyway таким образом потому что евразия мрил скривисе с холдинг лимитед и такой же только два лимитед они являются совладельцами каждая корневой компанией skyway первое холдинг это владеет 15 процентами корневой компании авторы холдинг и 17 процентами так вячеслав как дела в гомеле вы горячурного это вопрос к игоре черному не ко мне я знаю что у нашей группы белорусской у компании белтранснет очень успешно идут дела компания очень на высоком уровне представлено и действует на международном уровне дела идут очень прекрасно вот сидите за новостями сейчас даже не буду вам озвучивать у нас буквально последние дни одна за другой сыпется новости вот вы можете посмотреть очень многое том числе и по белтранснету который возглавляет игр черный и в целом по белорусским проектам у нас тоже много новостей все идет в активной фазе так следующий вопрос валентина сын может передать в пользование матери свои доли а вот по гомелю кстати вам скажу что я детали просто не знаю не могу вам сказать именно по гомелю что конкретно вопрос только к игорю черному или алексей мурашка сдавать и они тоже периодически появляются на вебинарах и встречаются с партнерами в пользование матери свои доли но сейчас пока наверное нет потому что но пользование это такой тоже непростой вопрос там и документы надо правильно делать передавать в пользование и потом как пользование что имеется ввиду под пользование чтобы право получать дивиденды но это можно оформить по доверенности например а как еще пользоваться долями сейчас пока никакой другой пользования не предусмотрено просто владение пассивное владение вы никак не можете повлиять на ну то есть не повлиять вы никак не можете каких-то других операций сделать кроме как просто владеть но просто воде как пассивно водить то есть быть собственником но владеть в плане или да в плане пользования долями это значит закладывать передавать дарить продавать и так далее этого пока не может когда будет открыта внутренняя биржа то возможно да но тогда надо будет если вы хотите таким образом это надо будет правильно составлено доверенно сделать на маму но это еще надо прорабатывать этот вопрос я так вот вам может быть сходу абсолютно точно и не отвечу но примерно так то есть пока нет внутренней биржи вообще это исключено когда будет внутренняя биржа когда пойдут дивиденды вот возможно именно по доверенности думаю возможно будет надо еще очень детально проработать этот вопрос я думаю что ближе к этому сроку это будет уже проработано более детально расскажем что какие у вас возможности появится но я думаю что получать дивиденды за человека а если есть нотариальная доверенность то я думаю что это возможно будет но я думаю шкачка вы случае будет рассматриваться индивидуально так следующий вопрос владимир существует ли сотрудничество взаимодействия между сыгом и скв и капитал прослеживается конкуренция противоборства это личное мнение что скажете владимир личная конкуренция прослеживается как правило на уровне среднего низкого звена то есть это на уровне каких-то отдельных партнеров которые под каким-то причинам недолюбливают противоположный фонд ну то есть партнерский фонд на уровне руководства у нас таких конкуренции такой нет есть здоровая конкуренция может быть немножко присутствует но не знаю последнее время у нас настолько чуть-чуть постучу укрепляются и дружественные связи и связи как сотрудников мы больше себя сейчас все вот в руководстве ощущаем одной компании не отдельным фондом свит мы как команда как отдельный кабинет в одной большой компании много кабинетов там отдел работает там отдел могут как один из отделов одной большой компании мы больше себя чувствовать на большую семьей и поэтому у нас нету не знаю вот мы встречаемся когда с кем-то из капитала абсолютно и здоровые и дружелюбные отношения и рады друг друга видите в нас вот это противостояние которое ранее там некоторыми подогревалась даже это степень а ну сейчас практически ушло я не встречал сейчас случаях что было какое-то противостояние могут быть там допустим какие-то принципиальные небольшие разногласия но тут же находится общий язык абсолютно тут же есть понимание есть уважение к работе друг друга мы даже уже даже как бы можно сказать что был пониманием намного больше чем даже раньше может быть было но мы все делаем одно дело мы веду в одной лодке и нет смысла ее раскачивать куда-либо все только покупаться можно отдельно спрыгнуть с лодки покупаться так чтобы всех окунать смысла нет нам же далеко плыть так что я думаю что это вещи которые как пережитки прошлого более если у кого-то из некоторых партнеров вообще осталась такая вражда недоверие недолюбливание кого-то персонали каких-то и так далее то ну это их личные субъективные отношения их субъективные проблемы скажем потому что мы делаем одно дело прежде всего надо над этими вещами подниматься где-то может нужно принципиальность проявлять но надо быть египте гибче и где-то дипломатичнее уметь объединять людей уметь где-то прощать где-то снисходить где-то понимание проявить просто терпение какое-то не знаю мы сейчас больше мне кажется мы сейчас больше даже работаем как одна большая команда чем как какие-то разные конкурирующие команды как-то на гонка формула-1 там еще что нет мы радуемся успехом кепитала они радуются нашим успехом у нас сотрудничество идет информационный служб медиа служб сейчас очень плотное такое да не знаю я воспринимаю сейчас всех нас одной большой семьей у меня такие впечатления я думаю что этот процесс будет еще более плотно идти как бы более такое взаимопроникновение будет идти дружественное дальше потому что мы это один проект делаем одно дело делается для всего человечества как можно здесь допускать какую-то жду вот вот такой у нас настрой так татьяна я уже купил пакет как же так необразовательные доли доли вы у нас не могли купить его на смогли купить только ип доли к нему шли ну как закрепляются за вами в бонусе вот так и потом они когда конвертируется они уже могут стать ваш установится ваш александр подскажите пожалуйста это получается чек инвестировал чтобы получать дивиденды будущем и акции у человека непреагированные будут то есть дивиденды человек уже не будет получать дивиденды будет получать вы как вы думаете вот собрание акционеров всех нас с вами как решить что поступать полученной доли от прибыли вот нам гарантированно 20 процентов корневая компания заплатит прибыли на наш фонд ну 20 процентов имеется ввиду в пересчете на ту долю которая владеет и расисходом там либо 15 18 процентов от этих 20 нам по праву должно принадлежать нашему холдингу с вами вот холдинг получать эти деньги как мы с вами решим что делать с этими деньгами как вы думаете мы что лишим себя все дивидендов я думаю только вариант может быть это рассмотреть ситуацию когда дивиденды будут всем настолько копеечные что не будет смысла их сейчас все нам выплачивать а лучше будет эти деньги инвестировать например дополнительно в какой-то адресный проект который у нас уже вот дать этих этих денег дать и он пойдет быстренько будет построен мы тогда с вами еще дополнительно привлечем дивиденды от этого адресного проекта в наш холдинг вот это мы можем с вами решить таким образом но по большей части мы как будем решать когда пойдут уже нормальные дивиденды но естественно будем решать что всем выплатить эти дивиденды каждому лично акционеру дольщику мы же с вами заинтересованы получить деньги заинтересованы как мы возьмем бесконечно ждать и реинвестировать будем требовать чтобы нам дали наши денежки нам да эти деньги дадут выплатят естественно потому что это мы же все в этом версии фонги нет кого-то другого все простые инвесторы так так что не переживайте александр томи могилёв анатолий нет разницы в каком браузере открываете кабинет можете все в одном браузере открывать все свои кабинеты не повлиять ни на что у каждого свой логин пароль каждого верификация потому одним человеком система вас не посчитает совершенно верно разве на несовершеннолетним вы можете стирить покупать на его имя и посовершенно можете имейте ввиду что когда вы регистрируете покупаете на его имя айб то конвертация ему до совершеннолетия пока там молчанию не доступна она будет доступно пуду по достижению совершеннолетия но но при этом обязательства Скавеевис Групп остаются в силе перед этим человеком, и за ним все равно закреплено определенное количество долей. Эти доли обеспечены резервным фондом Скавеевис Групп. Поэтому никуда эти доли не денутся, даже когда закроется вход в корневую компанию, за всеми несовершеннолетними их количество долей закрепленное остается, и когда несовершеннолетие достигают, они получают право владеть этими долями, проходят процесс конвертации, и они становятся владельцами. Все. Ирина Козачев, благодарю вас за ваши ответы. Я на меня не предупредили в службе поддержки о том, что граждане Израиля не могут стать инвесторами. Я вошел в проект СВИК и купил АИПы. И что это значит, на что я могу рассчитывать? Вы как раз и стали таким образом инвестором. Через покупку образования вы становитесь инвестором, и через какое-то время вы становитесь реальным совладельцем долей Skyway. Вам ничто не мешает, и вы получаете абсолютно то же самое, что вы могли бы получить, если бы вы заходили в другом фонде. Но в нашем фонде процесс оформления в собственность несколько дольше, чем процесс оформления в собственность в другом. Но зато при этом вы получаете еще и образование, которое по отзывам разных профессионалов в области вот именно вот такого рода образования, тренингов и так далее, которое является очень насыщенным, очень на высоком уровне и очень комплексным в самом себе. То есть подобных сыскать очень сложно, потому что над этим образованием трудится как гений, скажем, Андрея Федоровича Хавратова, так и целый коллектив, который он собрал вокруг себя. Очень одаренных, креативных, амбициозных и харизматичных людей, которые вкладывают в это образование очень большой опыт, очень большие знания, добытые самостоятельно. Поэтому все оценивают очень здорово. Я вот, по крайней мере, для себя слышал очень много отзывов, очень серьезных и очень положительных. Да, я вас тоже, кстати, благодарю за то, что вы такое внимание к вебинару и к этим знаниям обращаете. Для тех, кто хочет со мной связаться на всякий случай, или кто хочет в записи посмотреть вебинары, или этот, или другие, которые были, заходите на мою страницу ВКонтакте, Максим Гофияк, сразу открывается эта страница, и вверху закрепленная ссылка на запись с вебинарами, со всеми. Вот. Ну и плюс, если кому интересно, там можете, если есть нужда какая-то, пишите, или просто интересно пообщаться на любые другие темы. ВКонтакте есть возможность переписки с сообщениями, вот обмена информацией интересной, философской, жизненной, мировоззренческой, о красоте и так далее. Это все, как бы, то, без чего человек жить не может, это очень тоже нужно. Маргарита, подскажите, пожалуйста, у меня не работает вкладка образования. Заявка вставлена 96.01.11 августа. Что мне делать, кто мне поможет? Вы обращались в службу поддержки? Я думаю, что служба поддержки лучше всего вам поможет. Попробуйте зайти через другой браузер, перезагрузить компьютер, как вариант. Ну, попробуйте через разные браузеры. Есть, ну, вот я вот, допустим, для себя использую такие браузеры. Mozilla, Firefox, Opera, Vivaldi, это один из разработчиков Opera, разработал Vivaldi, тоже интересный браузер. Яндекс браузер, Google Chrome, это вот такие наиболее популярные на сегодня браузеры. Есть еще ряд браузеров, но их много сейчас, ну, как бы, уже. Ну, попробуйте через разные из этих браузеров зайти. И этот, Explorer, это новый Edge, по-моему, называется, Edge Microsoft, новый браузер. Тоже можно использовать. Иногда не открывается, может быть, из-за того, что какой-то плагин в браузере не работает. Вот эти дополнительные какие-то возможности на сайте не может активировать. И надо либо обновить браузер, либо другим браузером воспользоваться, если браузер сам устаревший. Ну, попробуйте через слой по поддержке. Татьяна, значит, в Кэпитале мне нельзя регистрироваться. Я тут за вас не помню, Татьяна, вы о какой ситуации писали. А, Израиль. Ну, я всех нюансов по израильскому законодательству не знаю, не смогу вас проконсультировать напрямую. Зачем вам дополнительно еще где-то регистрироваться, вы же ничего не измените. Почему я, например, имел возможность регистрироваться и в РСВ, и в Кэпитале, но я не стал этого делать. Почему? Потому что я здесь с ВИГи получаю все, что мне нужно. Это раз. и второе, у меня доступ к базе образования нашего открывается. Я в любое время могу открыть и посмотреть те или иные курсы. И я вам честно скажу, у меня опыт в юридической области более 17 лет. И я не считаю себя совсем не знающим человеком. И у меня сначала был немножко такой момент, я подумал, что мне слушать еще дополнительно какие-то курсы по финансовой грамотности, когда я и так тут столько всего знаю. Но когда я послушал первое 8 правил частного инвестора Андрея Хавратова, потом некоторые другие еще курсы, которые у нас есть в личном кабинете открываются после покупки АИПа. Я для себя и всякий раз я слушаю вебинары, которые доступ даются, Игорь Романенко проводит, Антонина Киановская, другие наши партнеры. Я каждый раз для себя нахожу очень много нового. Я не перестаю обучаться, потому что наше образование, которое в СВИГе есть, оно реально очень ценное. Оно реально несет в себе то, что может даже хорошему профессионалу дать дополнительные знания. Очень ценные. Это вот моя такая точка зрения. Поэтому я бы рекомендовал в SkyVis Group именно регистрацию проходить, потому что покупая здесь АИПа, еще и образование получаете. Я ни в коем случае не говорю, что хуже в Кепитаре или в РСВ, но я для себя выбрал так. Потому что в нашей компании есть то, на что стоит обратить внимание. Есть еще дополнительное образование. Хотя сейчас немножко другие фонды пытаются немножко образовательную деятельность вести, по примеру, с ВИГа. Это тоже молодцы, хорошо, я это тоже приветствую. Но на сегодня у нас очень хорошие наработки. Очень хорошие. Поэтому я бы рекомендовал не только думать о проекте SkyVis, а подумать еще и о образовании с ВИГи. Оно очень того стоит. А кто особенно проходил мастер-профит, это вообще целая глыба знаний, которое дается нашим партнерам. У нас все, кто проходил определенный уровень сознания в них повысился и успехи многие делают, большинство из них делают очень большие успехи в бизнесе, в личном бизнесе, в СВИГе тоже и так далее. Потому что знания очень ценные реально. Вот буквально кстати в субботу это начинается у нас мастер-профи. Рассмотрите такой вариант, есть в личном кабинете у вас. Можно возможность есть возможность приобрести пакет мастер-профи и обучиться, потому что действительно очень серьезная, насыщенная программа, она индивидуально направленная тоже для каждого из вас. С вами лично работают на этом мастер-профи люди с очень большим опытом и даром преподавания тоже в том числе. То есть вы в любом случае очень много для себя качественно вынесете после таких курсов. Это не просто прослушанный какой-то там курс о чем-то скучный, нет, это реально очень интересные вещи. Поэтому обратите внимание на вообще на образование в СВИГе и особенно на мастер-профи рекомендую. посещайте вебинары которые доступны по АИПам которые у вас есть сегодня. Маргарита если будут какие-то сложности из тех поддержки в ДОК не сможет решить но обращайтесь в крайнем случае. Мне кажется это более технический вопрос чем юридический я думаю что наша техподдержка свяжется с нашими программистами с Игорем Корсуном и они рассмотрят вариант что там не так с вашим кабинетом. В большинстве случаев как правило это больше недостатки либо компьютера либо браузера в котором вы заходите конкретно у вас на вашей стороне не с самим сайтом потому что у всех открывается все нормально то есть это что-то скорее у вас но поддержка вам может подсказать как и что поэтому просите чтобы вам помогли подсказали как я думаю что помощь будет вот так ну что ж я думаю что некоторые стали выходить но благодарю вас за внимание будьте бдительны в плане всяких веяний смотрите работайте над собой образовывайтесь я когда-то еще помню в школе в старших классах попалось мне высказывание советского педагога Макаренко который ну так своими словами скажу что я для себя вынес из его высказывания что пенять на родителей на то что в школе чего-то вам не додали в институте или еще где-то что вы не в тех условиях где-то росли и вам чего-то там ну чего-то вы недополучили это удел ну на мой взгляд это удел неправильный удел может быть слабых недальнозорких людей человек когда он вступает в сознательный возраст это уже юношество я бы сказал он может создать себя сам он может себя воспитать он может себя образовать все что ему не хватает в этой жизни он может себе систематически прививать поставить цель написать задачи план пошагов и действовать двигаться 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 от шага к шагу и так вы можете себя создать как личность описать то будущее ради которого вы живете поставить мега крутые цели потому что и такие чтобы цели которые превышают ваши возможности вот так поставьте себе смелее мечтайте ставьте цели которые превышают возможности и прописывайте себе план как этому идти и идите у вас все получится потому что работа над собой самообразование формирование своего мнения формирование культуры мышления это все то и учитесь любить мир людей вокруг себя это все то что вам даст огромный успех потому что вселенная она очень щедрая она всегда дает каждому по его открытости по его стремлению вперед и по его способности созидать и творить вот эти качества это качество людей новой эпохи ну которую сейчас человечество входит гармония мужского и женского гармония лево право полушария вот открытость сердца открытое сознание вот творческие способности раскрытые максимально в человеке вот и это просветленность обязательно вот на этом с вами прощаюсь благодарю за внимание мира гармонии вам успехов огромных вот белорусы ну я бы рекомендовал свиги но я не не отвечаю за другие компании как бы фонды как бы не вправе комментировать Светлана Асберг спрашивает не вправе комментировать деятельность других компаний в каких-то юрисдикциях поэтому тут я вам никаких рекомендаций давать не могу не вправе просто здесь я могу только умолчать вот да ну благодарю вас за энтузиазм удачи вам успехов до новых встреч вот запись вебинара будет выложена на канале youtube скаме вес групп вот обратите внимание еще на новости которые у нас сегодня ожидаются сентябре октябре это мероприятие которые будут проходить свиги в разных городах следите за ними вебинары андрея хавратова вебинары всего лидерского состава сквмс группы еженедельно новые проходят тоже следите и обратите внимание на образование у нас очень сильное образование Москва вебинары м ces с возможно без dust с wond